Вопросы сотрудничества Дагестана и Татарстана обсудили в Казани. Там с рабочим визитом побывал глава нашего региона Владимир Васильев. Программа посещения была достаточно насыщенная. Васильев в сопровождении руководителя Татарстана Рустама Миниханова посетил Центр медицинской науки Эйдес, Агропромышленный парк Казани и Казанский IT-парк. О чем удалось договориться в сюжете по темат Бурзиевой. В учебно-лабораторном кампусе Института фундаментальной медицины и биологии гостям рассказали о возможностях медицинского кластера и развитии специализированной научно-лабораторной и технологической базы. Владимир Васильев посетил виртуальную больницу, где осмотрел операционную, кабинет интенсивной терапии, детскую реанимационную. Вижу немало проблем. Самое главное, что еще больше проблем видят жители Республики Дагестан, которые после моего представления и утверждения пишут большое количество обращений и рассчитывают на изменения к лучшему. Убежден, что ничто столь неэффективно, как передовые технологии. Опыт успешный, тем более на территории самой России. В Агропромпарке Казань делегацию ознакомили с работой перерабатывающего сектора. Из Дагестана сюда поступают баранины безалкогольные напитки. Владимир Васильев сообщил, что предприятия республики уже начали поставлять мясо на ближневосточный рынок. Руслан Мениханов, в свою очередь, предложил рассмотреть возможность увеличения объема в поставках баранины Татарстан. Мы два больших рынка. Татарстан для Дагестана, Дагестан для Татарстана. Мы эти вопросы тоже поставим на передний план. Далее гости отправились в Казанский IT-парк, где им рассказали об инфраструктуре, предоставлении госуслуг в электронном виде. Затем прошло знакомство с Центром обработки экстренных вызовов ГЛОНАСС-112. Владимир Васильев поручил помощникам подробно рассмотреть все варианты развития сотрудничества с республикой в этой области. Сегодня те инструменты, электронные услуги, работа с населением, система закупок, электронные правительства, электронная школа. В этих вопросах мы лидеры в стране и, конечно же, мы готовы предоставить весь этот материал. Делегация посетила агентство инвестиционного развития и ознакомилась с деятельностью резидентов технополиса Химград. Далее гости побывали на территории Старо-Татарской Слободы. Там они осмотрели объекты исторического и культурного наследия. После чего состоялась встреча двух глав регионов уже в губернаторском дворце Казанского Кремля. Мы уже давно друг друга, я думаю, лет 20 друг друга знаем. Вы человек, который прошли огромный жизненный путь, огромным опытом и в правоохранительных органах, и в Государственной Думе. Активно мы с вами сотрудничали, работали, где бы вы ни были. Я думаю, и работая главой Дагестана, так же мы будем тесно сотрудничать. Рустам Мениханов отметил, что сегодня в вузах республики учится всего 89 человек из Дагестана. Надо побольше приглашать студентов учиться в Татарстан. В свою очередь Владимир Васильев поблагодарил за возможность приезда для изучения опыта по многим направлениям. Сегодня мы приехали и послушали, и познакомились, и увидели целый ряд направлений, по которым мы могли бы работать у себя в Тагестане, используя этот опыт. А есть на что равняться и по уровню экономики, и по сбору налогов, и по привлечению инвестиций в экономику. В ходе встречи было решено работать более основательно над соглашением о сотрудничестве. Ну а в начале следующего года делегация Татарстана посетит с дружеским визитом Дагестан для дальнейшего обмена опытом. Матиман Бурзиева, Расул Дибиров, Время новостей, Республика Татарстан.